Мы изучали сибирского углозуба и сибирскую лягушку. Из них, из пяти видов, в красную книгу занесено три. Это сибирский углозуб, остромордая лягушка и дальневосточная лягушка. Углозуб представляет собой длинный удлиненное тело, которое начинается... Это удлиненное тело, незаметно переходящее в плоский хвост, имея четыре лапы, по четыре пальца. Понятно, сибирская лягушка это понятно все. Углозуб, которых мы поймали, мазерок Углозуба, Егасова. И сколько всего вы поймали? Больше двадцати штук. Углозуба больше десяти штук, а лягушек... Четыре лягушки. Четыре лягушки. Четыре лягушки. Четыре лягушки. Вчера, два, три. Три сибирские лягушки поймали в озере Баналах, маленькая лужица для лягушек. Углозуба. Нашими задачами были нахождение и вскрытие земноводных. Во время учебной практики мы нашли сибирскую лягушку и сибирского углозуба. Мы искали на берегах озер Рахманова, Егасова и Багалах. Хватали руками и собирали в банках отдельно лягушек и отдельно углозубов. В лагере проводили вскрытие, измеряли длину тела, длину ступни, углозубов длину хвоста. По половым мозолям на лапках или больших пальцах определяли их пол. С помощью скальпеля провели репарирование амфибий для защищения внутренних органов и строения тела. А также скрывали желудок, чтобы понять их рацион питания. Итоги мы составили вот такую тупую таблицу, в которой приведение вскрытие длины. Экология массовых видов. Деревоводы распространяются почти по всей Якутии. В частности, сибирские углозубы очень любят холод. И они могут находиться в Анабье с 90 лет. Поэтому они живут недалеко, не только в центре, почти по всей территории. А вот лягушки, ну, тоже почти. Большая церковь. Они очень любят сырые места. Они могут находиться там под пнём, в кустарниках, около озёр. А также в тени. Они питаются, ну вот, углозубы питаются в основном взрослыми дождевыми червями, наземными моллюсками, насекомыми и паукообразными. А у них есть, например, личинок. Основной рацион личинок – это ракообразные и различные донные, придонные, беспозвоночные. А вот среди лягушек питание почти такое же, но они плюс питаются растениями, бутонными растениями, цветками всякими. Зелёной массой. Известно, что они половозрелыми становятся во второй год, углозубы, когда они уже перезимуют, да? Они уже становятся половозрелыми. Они откладывают около 300 личинок, из них вылупляется только половина примерно. В диаметре личинки составляют 2,8 сантиметра. А у них 7-9 миллиметров. А без оболочек они составляют 2-3 сантиметра. Это что, лягушки? Нет, это углозубы. А вот личинки эти. Лягушек примерно такие же. Мика, положи гнигу. Ты же надоедешь. Таким образом они чем питаются? Взрослые питаются червями, беспозвоночными, жуками всякими, а вот лягушки плюс к этому питаются растениями. А личинки питаются моллюсками и придонными насекомыми. Спасибо вам. Заключение. 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 Средняя длина 5,2 сантиметра, длина ступней 4 сантиметра, масса 11 грамм. Сибирская углозубь. Средняя длина 8,3 сантиметра, длина холста 3,3 сантиметра, масса 3 грамм. Средняя длина составлена примерной рассеянной сибирской лягушки. Жуки, мошки, пауки, муравьи и зеленая масса. Жуки, комары, мошки и зеленая масса. Здесь исследованы амфибиевые красные книги. Включен сибирский углозубь. Стас сталкивался третьей категории. Основное место питания видов зерна голодой воды. Всего вы ловили на сколько?